Ромка Покров сегодня, реально, боже, не был похож на себя, вот, ну, даже когда вы играете, ну, пятером, да, то есть, ну, вы всегда такой боевой состав, а сегодня какое-то такое расслабленное было у вас состояние, с чем это связано? Наверное, в состав сейчас чуть-чуть проблемы, много основных игроков сейчас травмированы, не играют, не знаю, погода, наверное, все вместе, ну, и соперник был классный, хорошо играли. Команда Славутич после тяжелой победы или легкой, как вы считаете? Тяжелой, 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 скажите, пожалуйста, за счет чего сегодня победили? За счет замен? Трех. Отвечает, там, команда, Гавриленко Иван. Ваня, за счет чего? Сегодня было нормально собранный коллектив, достаточно замен, прекрасная девушка в коллективе, забила два гола, что еще нужно, получили удовольствие от футбола. Сегодня был хороший состав. Вань, кто сегодня был у вас, Рональдо или Месси на поле? Паша Минский. С чем это связано? Со футболом. Не стало ли это вашей, как бы, такой, как бы, фишкой команды Славутич? Ну, чтобы не расслабляться, наверное, да, нужно забивать, да, держать интригу, да, последнее. Я не специально, у меня в колено выпало, я тоже тест. Все, два слова, скажи просто об игре, что получилось, что-нибудь? Ну, в принципе, план на игру немножко был в начале сорван, потому что мы с Рикошета пропустили гол и вообще проиграли первый тайм 1-0. Я хочу благодарить команду соперников, очень хорошая организованная команда. Во втором тайме нам удалось перехватить инициативу, забить несколько мячей. И мне кажется, это немножко поменяло всю картину на футбольном поле. А когда люди пошли пятого, мы пропустили несколько мячей, но я считаю, что забили мы больше, значит, справились с ситуацией. Все в порядке. Скажешь об игре, такая игра получилась эмоциональная. Победили вы с разницей в один мяч, и то на последние секунды. За счет чего удалась эта победа? Ну, в перерыве мы собрались, очень сильно настроились на игру. Друг друга позаводили, и в результате все начали бегать, отдаваться, выкладываться изо всех сил. Просто было большое желание победить. Они ввели себя агрессивно, разожили нас очень сильно. Если первый-второй тайм, в чем разница отличия? Первый тайм больше, как мы играли в футбол, и те, и те больше в пас. А второй тайм уже были больше эмоций. Ну, накал был до последней секунды, но нам повезло в этот раз. Спасибо. Петя, за счет чего победили? Ребята начали более активно играть, отдаваться, вылаживаться на поле. То есть, если, как Виталий сказал, в первом тайме играли более расслабленно, то во втором подошли более ответственно к игре. Ну, немножко, конечно, не без футбольной удачи, потому что забить в конце могло этого и не быть. Ну, за счет самоотдачи, я думаю, победили. Игра была супер, потому что люди, которые стояли на бровке, все говорили, ничего себе, играют два лидера, чемпионат. То есть, действительно, игра была достойная, ну, можно сказать, лиги чемпионов. Но, что можешь сказать ты? Ну, игра хорошая была. Соперники собрались сегодня, настроились на игру. У нас тоже был хороший сбор. Первый тайм хорошо сыграли, могли делать больше разницу. И второй, вроде, уверенно начали. Ну, одна ошибка, вторая. Где-то такие лайтовые мячи залетели с их стороны в наши ворота. А у нас такое не зашло сегодня, к сожалению. Ну, соперник выиграл, потому что забил больше. Спасибо.